Доброе утро! Компания УЕМЗАП, 16 августа 2019 года, Москва, улица Севанская, дом 62, тут вообще дождь идет, хотя выезжал с севера, было не дождливо, в общем предыстория такова, был у нас автомобиль с G4 KD Sportage 192 тысячи, сейчас на нем 195, гильзовали его, делали, вырезали масляные форсунки, в общем он с другом решил просверлить штуцер, как делает там один парень в Тюмени или где он там делает, дабы типа увеличить охлаждение задней стенки цилиндров и они начали сверлить и просверлили четвертый цилиндр насквозь, поэтому привез его, снял, привез его сам, сейчас будем разбирать, посмотрим вообще что там натворили, в общем вот он этот двигатель, уже человек все навесной снял и вот он этот штуцер, сейчас мы его открутим, вот так вот, конечно плохо видно, но дырка есть, вот она прям по центру, в цилиндре, поэтому сейчас разберем и посмотрим. Я понял, ну внутри хоть, ну смотри, нагара нет, чистенько все, за три тысячи хоть не накипело, помыли. Не, я и понял, почему, остаетесь, сейчас снимем как бы этот и глянем, что с поршневой. Вот он наш клиент стоит, думает, ну хоть здесь, не упали в лужу. Так, ну пока все чисто, аккуратно, цепи стоят, ну метки уж проверять тупо наверно, не в метках проблема, будем дальше разбирать двигатель. Да, да дырку там не видно, даже не видно. Не, ну со светом вот он, в общем вот он, мужику из Тюмени привет, будем дальше смотреть что там в цилиндре. А этот, давай болт вкрутим, прокрутим просто посмотрим. Ну что, цилиндры нормальные, за три тысячи с ними ничего не сделать, зато вот появилась такая маленькая дырочка. Ну, чуть-чуть скидывал бы компрессию в поддон. Ну да, к сожалению. А поршень тут засверлили? А поршень специально вниз, да, наверное, опускали или нет? Не специально, не попало хорошо. Слушай, да, если поршень еще бы отсверлил, было бы. Слушай, ну сейчас остается его только раскидать, и он-то по идее нормальный, можно по этому же поршню загильзовать. Ну вот так и было задумано, надеюсь. Да мы тоже, да. Ну вот так вот бывает в жизни, ребят. Все в этой, ну, тем не менее. Ну, попробовали, что все бывает, мы тоже бывает налетаем. Что, не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Остальные? Видео не видел, Тюменский чувак там сделал движок, там что-то шатуны с одной машины сделал на другую. Понимаю, понимаю, смотри, как четко ходит. И что там? Короче, тот проехал 300 километров, приехал, у него пальцы вылезли и здесь... А, я видел, видел, видел. Ну ладно, что, сейчас продолжаем разбирать, доберемся до низа. Мы же тебе масляные форсунки стояли, да? И заодно посмотрим на масляные форсунки. В общем, снизу тоже вроде все нормально, все чистенько. Что говорит? Ничего. Вот они, форсунки стоят масляные, но мы снимем одну всего лишь, четвертого цилиндра, потому что будем гильзовать его. Разбираем дальше. Легкий творческий беспорядок. Все разобрали, сложили, все чисто. Форсунку выкрутили, потому что будет мешать гильзовать. В общем, что, отправляем на перегильзовку. Вот, допустим, примерно 95 процентов, что получится. Иногда не получается, но будем надеяться, что нам повезет. Серега, с Серегой забирает двигатель. Серега, как дела? Ха-ха, хорошо. Так, загильзовали, короче, один цилиндр. Вот, помыли блок сейчас, приступили к сборке. В общем, пообщались с тем, кто нам гильзовал. Дырку сказал, можно не заделывать, не будем ничего тут исполнять. Гильза целиком перекрывает, вопреки вашим там крикам. Я думаю, что ничего страшного не будет, потому что гильза во всю стену длину прилегает плотно. И попадание антифриза крайне, крайне, крайне низко. Поэтому оставляем все как есть. Кстати, штуцер не заделываем. Человек сказал, я уж просверлил. Значит, буду ездить со штуцером. Собираем двигатель. Вернули форсунку масляную на место. Вот они все, видите. Красавицы стоят, помыли все. Чуть будем подсмазывать, подкручивать и превращать гору хлама в рабочий механизм. Да, Серег? Да. Получится, как думаешь? Да. Ну, отлично. Так, установили коленвал. Поставили поршня на место. Так, Серег, можешь прокрутить, чтобы нам показать? Да нет, за шкив просто прокрути. Что крутится? Не-не-не, что крутится. Примерно так это должно выглядеть. Он должен легко, относительно легко, конечно, вращаться, но должен... Протянуто все с моментом. Кому интересно, пишите в личку, подскажу. Вот видите, на блоках, вот они, нанесено перфорацией. Вот по этим буквенным обозначениям подбираются шатуны и коренные складыши. Продолжаем сборку. Сейчас будет установка нижней плиты. Затем начнем, точнее приступим к установке ГБЦ. Ставим голову. Вот такие эти умозаключенные фразы. Так, продолжаем собирать. Ничего, сверхъестественного не случилось. Все идет планово. Планируем через несколько часов закончить. А навесного нет. Работает довольно-таки легкая и обыденная. Итак, продолжаем собирать. Штуцер оставили на место по желанию. Клиент говорит, раз просверлил, пусть будет. Ну, не знаю, общаемся с ним. Будем потом смотреть. Расскажет, как, в общем, подействовало. Нет, особо не знаю. Итак, напоминаю тем, кто смотрел. Еще раз метки. Имеются вот цветные звенья. Здесь вот на шестерне имеются точки. И на шестерне коленвала, вот тоже видите, цветное звено на цепи. И вот она метка. Кстати, вот показываю вам, что с торца есть насечки. И вот здесь на коленвалу есть цифры. Вот по сочетанию тех насечек и этих цифр можно подобрать вкладыш. Если у кого-то были проблемы, пишите в личку, подписывайтесь, поможем подобрать. Из того, что все осталось старым, не меняли, потому что прошло 3000. Единственное, что установили новый натяжитель. Во избежание перескока цепи все-таки рекомендуем каждый раз ставить новый. Пока ничего нештатного не произошло. Сейчас установим плиту, закроем цепи, поставим клапанную крышку. И будем звонить хозяину, отдавать его. Так, все, собрали мы двигатель. Вот так он выглядит. Навесуха вся лежит в городе Пензе. Поэтому напоминаю вам, что если вы живете не в московском регионе, и у вас нет возможности на автомобиле приехать, то сейчас в нашу эру есть возможность отправить транспортными компаниями на профессиональный ремонт двигателя. У нас сейчас действует акция. Вы оплачиваете доставку до нас. Обратно мы вам двигатель отправляем за свой счет. И рассчитывайте целиком на видео обзор и видео фиксацию, так сказать, ремонта и дефектовки вашего двигателя. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте вот такие вот лайки. Пишите комментарии и узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. Спасибо.